так всем здорово сегодня мы будем запускать машину в мороз и попробуйте мне снять ролик про то как вы запускаете подобную машину в такой мороз сегодня на улице минус 27 на переполюсованном аккумуляторе либо же с обратной переполюсовка неважно восстановленном аккумуляторе запустите машину в мороз при этом чтоб она вот так вот выглядела это потому что ребят я все равно склоняюсь к тому мнению если вы для машины это делать процедуру то это все трата денег и вашего времени то есть для системы я сюда согласен даже на брелке батарейка не села я чувствую сейчас с новым аккумулятором блин заведу не заведу я его печку вырубаем я не заводил в неделю нас уже скоро дней 5 морозов таких вот под 30 чем-то ночью так ждем на силу движок сильно не хочу поэтому я завожу правильно машину в мороз ждем масло там немножко подогнал насос все работает вибрация будь здоров 14 3 вольта сцепление соответственно я выжимаю вот и отпустил сцепление вроде коробку крутит тяжеловато ой какой парк половину мотор не прогрелся но уже теплее ему так чудо о начинает машина греться уже тепло минус 31 длина улице как видим при таких громадных нагрузках к сожалению аккумуляторы переполюсованы они просто на всего будут в нуле при такой температуре если вот делать как замена электролита сожалению переполюсовка ребят канает только если вам некуда деваться и аккумулятор еще жалко сдавать то есть вы можете сделать и при этом аккумуляторы должны у вас находиться дома дома нет замерзайку не залил еще денег аккумулятор должны быть у вас дома при этом никакой вибрации на них не должно быть и конечно сказок в интернете много и многие прям утверждают что я переполюсовал поставил на машину и все нормально у меня блин девять месяцев у меня развалился аккумулятор многие не верят в те сказки которые я рассказывал с проблемами аккумуляторов но понимаете это тоже как бы раз на раз не приходится но вот две таких сказки я увидел в реале аккумулятор после переполюсовки через девять месяцев сдох ну прошло девять месяцев пора уже соответственно я должен был разродиться и купить новую что я сделал ну как бы про то и речь ребятки стоит она вам или нет у нас тут вообще дубак в очень жесткий но сказки лучше не верьте смотрите либо анализируйте то что есть на ю тубе в роликах соответственно отзывов есть только по переполюсовка потому что они занимают так скажем лидирующим но как бы рейтинг в ю тубе по просмотрам народу не интересно что будет с аккумулятором через какое-то время ему интересно сам факт а можно ли переполюсовать а что с ним будет ему пофигу и соответственно а то что с ним бывает может привести там к взрыву к замыканию там выгоранию там блин генератора там для машины или блин просто его там разнесет там кислотой все зальет там начнет коррозия какая-нибудь то есть это никому не интересно поэтому эти ролики даже если они есть на ю тубе они занимают достаточно низкую позицию я рассказываю все как есть и поэтому очень много негатива получаю свой адрес ну пусть так и будет ребят перепульсовать можно можно и обратно переполю совать и все у вас будет работать какое-то время и аккумулятор станет новым верьте в это на этом все как видим с новым аккумулятором проблем нет а новый аккумулятор да он стоит денег но если сдать старый можно получить небольшую скидку на покупку нового и у вас горе не будет года три точно так что думать только вам можете покупать эти кикстартеры то есть при токах когда вообще жесть движок просто как льдышка вы думаете что вам поможет это кикстартер это powerbank такой с большим током отдачи верьте в это покупайте его за 458 тысяч рублей когда дешевле купить аккумулятор тоже верьте в это там успокаивайте себя насчет того что можно там им заряжать что-то или светить как фонарик до фонарик стоит 7000 до можно заряжать до powerbank он за 20 долларов купил да и powerbankом за 20 долларов можно купить а тут за 7 8000 да это конечно круто чем купить нового дешевый аккумулятор и как бы проблем вот в такие морозы не испытывать то есть как-то так с вами был дмитрий для проекта пилинг точка ру вот такой у нас сегодня зимний ледяной день минус 31 как показывает бортовой компьютер до сих пор показывает и как бы выбор всегда остается за вами потому что вы покупатель а я всего лишь человек блогер да я блогер какое-то видео там информационный блогер так что всем удачи всем пока до новых встреч и